Привет, зритель. Я что-то решила покушать на камеру. Я сегодня ждала подружку в гости, но она перенесла поход ко мне на завтра. Я тут с планшетиком управляю опять. У меня здесь кусочек хлебушка, это лепёха, у меня внезапно хлеба не стало. Сегодня ездила в выдры на тётином велике. Он без скоростей, ехать на нём легко, но когда едешь в горку, это ощутимо сразу. Понимаешь разницу велика с семью скоростями и велика с ножным тормозом без скоростей. У меня тут свининка, она почти сутки мариновалась в кефире на молоке угличеполе, ну с кисшем молоке угличеполе, которое само стало с кефиром. И на кефире именно от угличеполе. Со специями для, по-моему, да, для мяса. Из того набора, что мне подружка, которую я сегодня ждала на день рождения, подарила в этом году. Потом с специями, точнее не специями, но она тоже специя, с чёрным тмином, с семенами. И вроде там ещё соли я немножко положила. Вот тут у меня салатик. Наверное, сейчас я гляну, видно, наверное, да, вот здесь вот огурцы у меня 1600 с чем-то грамм. Мне сегодня добрая тётя Люся выдала в довесок к молоку, но я у неё малышку покупаю, козью. Взяла на 600, мне ещё в довесок огурцов дали. У неё что-то очень много их, а у нас до сих пор ещё нет огурцов и у моей бабушки тоже. Короче, тут огурец, салат с подсолнечным маслом, огурец, петрушка, укроп. И зелёный лук, ну и соль обычная. Вот здесь картошка молодая. Это у меня бабушка Капа угостила 7 штучек свежей картошечки, ещё сколько-то там прошлогодней картошки. Короче, тут картошка 3 штуки. Я её сфоткала, ещё в телегу не скину, но скину потом весь этот процесс приготовления. В купет новоявленные я всё-то всё ещё не пишу, которые о вкусе, потому что эти великие, эти одухотворённые люди до сих пор за полгода так и не перекинули рецепты, которые они обещали. Там мои 400 с чем-то, из них только 79, как было в начале года, так и висит. Короче, тут картошка в очистках молодая. Я её только помыла, но не чистила. Можете сравнить это с тем, как я ем киви со шкуркой, только без волосков. Примерно то же самое. Короче, картошка молодая в очистках. Порезала её кружочками, на подсолнечном масле обжарила, добавила туда специй для картофеля из того же набора. А ещё стрелки чеснока я достала из морозилки, поломала и добавила уже потом. Не знаю, сколько времени прошло, но картошка практически уже была готова, так как стрелки чеснока довольно быстро делаются. Буквально там минуты три и всё. Оно у меня жарилось на моей толстой сковороде с толстыми стенками, вот на той. Под стеклянной крышкой, как бы в собственном соку. Я ещё думала воды подлить, но как-то обошлось без воды. Я добавила, ну, не то чтобы супер много масла, но достаточно, чтобы оно так вот всё прожарилось. Сейчас я это всё попробую. Я уже делала картошку, правда, у меня была старая, но прошлогодняя, в очистках варёная, потом я её очищала. И её уже, соответственно, без очисток, картошка в мундире. Я её уже, это, кто мне там что-то вякнул. Так. А, это мне родственник закинул денег за то, что я заказала заказ. Короче говоря, делала вот, ну, на варёной картошке изначально, в очистках, которая очищала, картошку обжарила, и добавляла также в стрелки чеснока. Мне очень понравилось. Я подумала, что, ну, как бы сначала думала, поесть на камеру, потом думала, вдруг не разлетит. Но если понравится, то я потом поем уже так на камеру. Вот внезапно я сделала уже, правда, свежие картошки. Вкусное сочетание. А сюда можно ещё укропчика, допустим, добавить. Кошка у меня в связи с тем, что её кошки другие гоняли. Я уже в каком-то видео на другую камеру-то говорила. Оно, правда, ещё не выложилось на канал, так же, как это. Ещё только пишется. Короче говоря, в связи с тем, что её коты гоняли, мне кажется, и окошки фианские. И она взяла в привычку в деревне не отзываться на своими. А в траве её не видно. А я купила ошейничек с бубенчиком. Если она тут будет шевелиться, то будет, возможно, слышно этот бубенчик. Вчера я, наконец, встретилась со своей четверонюродной сетой Наташей, которой мы пять лет уже не виделись в реале. Так вот получилось. Ну, как бы, одно время мы недовольно часто общались, потому что она чаще приезжала в город. Сама она из Ростова, тоже из Ярославской области. И сейчас живёт в Ярославле. Ну, и так получилось, что раньше мы недовольно часто общались. Можно сказать, что её подружка в каком-то плане... Какой? Общая такая подружка. Но она... Я с ней общалась только когда с Наташей встречалась. Увиделась. На механке ещё. Лет 10 назад-то где-то довольно активно мы общались. От 2010-го, может, и 2009-го, да-да. Где-то по 2014-й или типа того год. И по 13-й год. Она потом какое-то время жила в районе Нижнего Новгорода. Кажется, в деревне Лысково. Вот что-то на ум приходит. Ну, и вот помнезапно с ней... В прошлом году ещё собирались ослитой месте. Она написала мне в Инстаграм. Что вдруг Наташа приедет? И говорит, ну, я говорю, теперь ты тоже там живу? Чего у меня посидим? Зайдём в гости. Ко мне. Но получилось вот только в этом году. Ну, я довольна. Ну, что так вышло? Это какая, кстати, свинина. Я забыла. Какая-то часть свинины, которая обычно с ногой... Ну, нога, кость, но это без костей. Может, окорок хренов. Вот пока я тут шарахалась, она как раз подостыла. Это мясо. Я готовила час-десять минут на 190 градусов. Вверх, плюс низ, плюс конвекция в электрической духовке его. В силиконовом мешочке. В том мешочке, в котором можно мариновать мясо, делать тесто. Я второй раз его использую для запекания. У меня пакеты для выпечки закончились. Я подумала, что если в силиконовом мешочке можно запекать, то почему бы не запечь? Ну, в смысле, запекать мято. Пакеты для выпечки. который еще кухенки, я его даже еще не склеивала. На Ютуб какая-то проблема пошла, вот последние месяца два заметила, я все в деревне заметила. Загружаешь видео, если взять там оборвалась или еще что-то, то раньше можно было это видео догрузить потом уже, даже через сутки, через двое, с того же девайса. А теперь это видео хрен так делаешь. Выбираешь файлы, но он выбирает тот же самый файл, и Ютуб говорит, нет, вы выбрали не тот файл, типа выберите другой. А там совпадает все, название и данные, все. Один тоже файл. И приходится заливать заново, и хорошо, если с третьей попытки зальется. А то с четвертой. Я вот при Луках была позапрошлый раз. Не тот, когда был праздником перед этим. У меня даже шо сгрузился. В общем, у меня было три недогруженных видео. Четыре варианта одного видео, и три из них недогруженных, ну и, соответственно, приходилось вручную это убирать. Раньше такого бага не было, не знаю, с чем связано. То ли когда я с Юзаном ушла с поста президента и Ютуб, у меня еще и программистов каких-то с собой волокла, с мозгами, что ли еще у них. Но багов как-то на Ютуб в творческой студии стало как-то побольше. Особенно именно в загрузке видео. Потому что я загружала как-то тут шорсы, она у меня загрузилась с телефона в издокачестве. Думаю, ну не может быть, я же его монтировала, оно было фул, фул джиди. Ну, что-то вкусненькое. Какая-то жилка. Кошка, ты тут хотела мясо, оно как раз остыло. Думаю, то, которое у тебя тоже остыло. Ну и все, я, короче, скидываю в этот фаул оптимизацию даже картинки не проходят. Почему-то все это с доказательствами идет из 60 пикселей. Скидываю на этот, на ноутбук это же видео. Раньше одинаковый файл нельзя было загрузить в творческой студии. Сразу выносилось, что вот типа это. У вас оно уже есть. Что-нибудь изменить в нем. А теперь такого нету. Блигра голоса какая-то. И оно у меня спокойно загрузилось. И в этот файл загрузилось ноута именно в нужном качестве. Ну, а то я, соответственно, ударила. Дишь какая-то. Что у них там в этом ютубе происходит? Google. Огромная корпорация. Куча программистов. Куча сотрудников. и столько багов случается. У меня сегодня тихночка молодого дали. Я сижу, короче, ем окрошку с классом. Ну, бывает же окрошка с кефиром там или с сывороткой. Ем, короче, окрошку с классом, который мне понравился. Русский дар. Кажется, класс. Куда мы полезли-то хоть, а? Иди отсюда, хулиганка. Мне дедушка говорит, чесночка дать, выдрать свежего чесночка. Я думала, он обычно мне предлагает супу чесночка. Я говорю, да, я думаю. А он приносит мне чесночок, значит, несколько штук. А он говорит, возьмешь с собой. Думаю, блин, я собиралась нельзя сюда лазать. А я собиралась окрошку есть с чесночком. Так что, думаю, блин, а вообще так едят окрошку с чесночком. Я же хотела сюда немножко этих стрелочек положить. У меня даже есть не замороженные. Не забыла. Последнюю неделю у меня прыгает на канале одно существо. У нее, видимо, ну, какими-то это периодами, может, раз в месяц, может, раз в два месяца, не знаю как. Только я подумаю, что она от меня отстала. У нее своя жизнь наконец-то началась. Как она снова начинает прыгать? Пишет рандомную хрень по большей части. То меня где-то там обсуждают. Я пошла гуглить саму себя. Нашла, что меня обсуждали в шестнадцатом году с Монбангом моим первым на Алике. А там, где раньше обсуждали, на мою счастье не обсуждают. Или несчастья, не знаю. На! Только не прыгай на стол. Там, на любую почту, была хорошая мякоть. У меня еще кусок там есть. Не два куска. Но вообще-то купила почти килограмм мяса слюного, девяносто сентограмм. Приделила на три части одну в морозилку, а две вот как раз запекла. Чтобы просто удобнее было доставать, резать. Нельзя так быстро хамечить. Ты хоть пережевываешь, стоит и улыбается, облизывается вообще. Я что-то улыбаюсь. Я думаю, что она улыбается там по-кошачьей. Так вот, человек рассказал в Каминдах, мне на каком-то Монбанге в деревне у меня соседка угостила горшку. Был подругный салат, мне что-то я бродиклась, и у меня тут сделала сейчас. На тему того, что меня угостили огурчиком. Мне кажется, у человека никогда не было своего сада, огорода. Ну, вообще никогда не работала, наверное, в саду не была вот так вот. Нет таких-то родственников или знакомых, друзей, у кого есть сад или огород. Потому что, когда урожая много, вот даже по себе, знаю, у нас всегда семья делилась с соседями, соседи с нами, у кого что есть. Деревня также. Так и принято, в принципе, тот же урожай меда. У нас всегда была такая традиция, когда в первый раз скачиваешь мед, по всей деревне разносишь по чашечке меда. Ну, стаканчик меда, там уже. 250-300 милетеров, плюс-минус, как-то так. Это еще была, прошла традиция от бабушкиного отца, который этими пчелами стал заниматься в 1929 году. И мне кажется, это вообще вполне в порядке вещей, когда вот кто-то, ну, ты как бы не спрашиваешь о чем-то, ни о чем, а тебя угощают. Нормально. Тебя угостили, ты потом угостил. А мне даже как-то жалко стало эту девушку, женщину, даму, что в ее жизни нет людей, которые, допустим, могут угостить ее своим урожайом. Сиву, зафига. Причем это обычно делается не за вот ты мне, я тебе, а просто вот человек по доброте душа и по собственному желанию угощает. Мне сегодня сказали, я ведь тебе еще огурцов дам. В прошлом году я хотела за эти огурцы заплатить, то есть спросила сколько на меня посмотрели, так, ну, удивляла, ты что? У меня много лишних огурцов, то мне сказали, что у меня, что там, ведра два, что ли, сняла этих огурцов, я думаю, бедный человек, еще переработать надо. И вот мне покинули огурцов. Я думаю, их надо достать из пакета, у меня всегда какая-то проблема была с огурцами, я их помою и без пакета оставлю, они помрут. Они помоем в пакете оставлю, вроде так, они тоже как-то нехорошо себя чувствуют. Огурцы, они такие капризные. Что-то я хлеб-то достала, сама я и не ем, а хоть для разнообразия кусочек сцепить. Мне очень нравится эта лепешка, зимой она была 56 рублей, сейчас она стала 37, хотя все остальное как-то в разы подорожало. те конфеты, про которые Аня вся тетилетняя говорила, я что-то так, ну, дважды сегодня была магнитная, но я по-быстрому продукты выдра покупала, которые попросили. Поэтому было как нанести конфет. Ну, завтра поеду на базовую зону Веберис за заказами, там как раз рядом магнит, по пути зайду. А потом пойду в сад. Прямо оттуда. С кутилица хочу. Хотела сегодня вечером, но у нас сегодня так жарко, что я сидела только до аптеки и то под видом того, что перекинь закончилась практически. Перчатки для матья посуды осталась только одна там, другая, не фарш, что она живая. Еще какие-то были перчатки, оказались полностью дырявые. Ну, и мне надо было ванитарес гель. Я сначала хотела заказать, а потом думаю, фик, может, он по той же цене или его нет. И купила за 607 рублей. А потом оказалось, что на аптекару можно было заказать на 65 рублей дешевле. хрен-то. Тут как бы пришел, купил и как-то расплатился. А там надо определенную сумму налички иметь. Просто оно не сегодня уже привезется. У меня в деревне есть флакончик, но там немножко осталось и не стала его возить. И здесь надо, потому что у меня случилось внезапно тут аллергия на нектарине. Мы еще с другой подружкой вчера встречались с ее мамой и ее дитем. Мы с детьми подружки и мама подружки. Ну и я про нектарину сказала, так непонятно с чем их обрабатывают. До уезда в деревню покупала нектарины. Ничего так было. Никакого такого эффекта я была тут. Ощущения такие же, как покупаешь какие-нибудь сладости или не сладости или мясные какой-нибудь продукт где вот это и непонятное. Это у меня прям зуб по всему телу. Хорошо, если просто зуб по всему телу, то еще и лицо краснеет и мелкими прыщиками покрывается и через сутки это только проходит. Мы ушли на балкон. Что-то мясо оно сегодня мало выпрашивало. Сначала оно было очень горячим, когда я его только достала. Оно чуть ли не в тарелку лезет. Я ее лишь говорю, мясо-то горячее. Давай кусочек сынешь, съешь. У меня там еще полусковородки есть. Кертохи. Так. Оно. У меня там заварен один зеленый чай, другой зеленый чай, один чай олень, а другой сваренный с цветочком зосмина и красным клевером. Хотя мне кажется, что это не красный клевер, а цветок зосмина и амарат. А это ароматиковые, но что-то я так поняла, у них все чаи какие-то суперароматизированные, скорее всего местами искусственные, потому что зосмин очень как-то жосминисто пахнет, но как-то чересчур. Бывает, что зосмин такой ароматный, но это уже сверх какой-то ароматности, учитывая, что у них баймудань пахнет. Как если потом был, допустим, черный чай, юнянский. Между дымком, сливой и чем-то таким. Чуть ли не ели с муаром. Мне еще надо супчик творить. Мне тут бульончика подогнали. Как я уже потом поняла, овощного. Ну, замороженный овощной бульончик. Я вот думаю, то ли на нем творить овощной супчик, то ли до рухового банку, концентрат, давыдовский продукт открыть. Не заморачиваться, смешать ей. Вот несчастье. До этого у меня был супчик на курином бульоне, на куриных шейках. Со спинадом. Спина, чесночные сделки, картошка, укроп, петрушка. Просто изначально куриные шейки варились в бульоне с луком и морковкой. А, мне сегодня еще подогнали свеколку прошлогоднюю. Ну, с прошлого урожая. И сестра и морковки. С того же времени. Прям можно винидрить творить. Я специально порезала. На небольшие кусочки, чтобы удобнее брать было мясо. Смотрите. Блин, опять какая-то жилка. Кошка, тебе радость. Я вчера купила к чаю конфеты и коровка. Ну, только без бумажки просто такие. Мне там, по-моему, вообще шли как молочные конфеты. Печенька немножко на трогу чисто себе. Видимо, ложка это значит. У меня не цепляется оно. Задупнику поставлю. Мне еще сестра с подружкой принесли к чаю казинаку. Ну, мед там есть, варенье есть всякое. У меня причем сегодня мед подогнали. С воском. У меня сейчас два меда. Ну, майский мед и просто мед. Вот, одуванчиковый. Еще старый мед с воском. Ну, с резком, с рамки гнездовой. Мед с воском майский и мед с воском. Вот, который сегодня пришла. Ну, у меня есть еще конфетка пикник. Мне что-то сейчас все еще идет по скидке в магните. Чего круглезишь. Вот это вот. И внезапно это Картингольдер пикник. А я даже знать не знала. А мне пикгордовский шоколад нравится. Там нормальный состав. Так. А, это зеленушка. Я ее пытаюсь чистить. Она на другой стороне тарелки вообще. Читово, что она стеклянная. Там огуречный сок смешался с маслом. Кто-то мне в комментах писал на молбанг с шаурмой и роллами, ну и пожрать. Или что-то в этом роде. Я так не поняла. То ли я много ем, то ли что. Ну, мне не ответили. Ну, ладно. Мясо на куда-нибудь убрать. Хоть микроволнов кушать пока под крышкой. Ну, посуда. Я только недавно тебя вымыла. И ты снова появляешься. Санкс. Надо кунчочку найти. Ой. Я тут еще как бы немного варю варенье вишневое. Жутко чешется луко. Прям так и требует, чтобы у него перекиси засыпали. Но немножко потерплю. Хотя я делаю сейчас вот так. Внезапно оказалось, что у меня под забивку флешка. И сейчас пришлось удалить пару файлов. Ну, в принципе, это видео уже на канале. Его даже уже просмотрели. Даже подкомментировали. Тот, ну, молбанг на улице, которую я снимала в деревне. Со своего третьего приезда в этот раз. Короче говоря, удалила пару файлов. Потому что какие-то я помню, что я их уже сделала, а какие-то нет. И поняла, что вот это точно я знаю, что уже было. И сейчас у меня есть где-то еще минуточек 28. На карте для записи. Ну, мне как раз человек звонил. Спрашивал, как я ездила. И сказали, дали добро не ходить сегодня в сад, потому что жарко. Ничего такой хороший же сменовый чай. Так-то это связанный чай, его бы лучше в стекле заваривать. Но у меня стеклянный чайник один занят, а другой мне доставать было неохота. Я заварила в обычном керамическом. Учитывая, что там все-таки все-таки суток амаранда. Это чай между белым и зеленым. Какая-то такая странная смесь. Он более такой желтого цвета, насыщенного. Ну, конечно, не супер желтого. Но желтым аранжем. Немножко не такого цвета, который, как обычно, бывает зеленый чай за смену. Хотя бывает еще и черный чай за смену. Когда давно мне одна знакомая сетевая стихолетника в обмен на картинку присылала. Но я что-то тогда так и не прониклась. Помню, кому-то... Ну, кто-то ко мне в гости приходил на чай. Попил, понравилось, и я отдала. У меня здесь конфетка, а я хлебушку помню. Можете как-то приблизить меня. Ой, слишком приблизило. Вообще вчера случилось так, что встретились три кошатницы. И внезапно подруга моей сестры оказалась чуть-чуть по СМР. Ей нравится, когда мнут мел. Я, правда, не представляю, как мел мнул. Но я видела у нее там что-то в подписках СНРное такое. Видите? Ну, мы сошлись на том, что все три не понимаем, как вы люди смотрите на то. Как ту захамячут на камеру, чтобы поесть самим. Ну, думаю, ладно. Смотрите и смотрите. Но суть в том, что ни одна из нас не смотрит такое, чтобы поесть. Ну, я пару раз только пробирала на поесть, когда я переводила мангу, а там целую главу что-то ели. Не помню, что за манга была, но в рендерах что-то было. Не помню, что за мангу было. Я хотела сделала хлеба, походу. Не зря в магазин попернет. А я вообще рассчитывала, когда пошла в мясную ряду, я рассчитывала, что там будет такая лепеха. И она там была. Ваше я сейчас думала конфетку распечатать, или в итоге лапа потянулась в хлебушку опять. Поперкали. И так жеếc. да я все таки залила в ухо потому что как я заметила как-то куда-то перлась и забыла с собой перекись большинство что надо бы промыть часа полтора терпела потом в итоге просто два с половиной часа пробовать тот еще гемор потому что попутно голова начинает кружится временно закладывая тушь ладно лёлик мы с тобой столько съели лучше конфетку открыть что-то я так прониклась этим пикником это пикник да пикник он тает вот 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 Раньше мои опознавательные знаки были то, что я увлекаюсь чаем и коллекционирую обезьян. Я спрашиваю, коллекционируешь ли ты еще обезьян, занимаешься ли ты еще чаем, и то и другое на месте. Вот видно, я приблизила слишком. Так. Ой. Купник. Нику-нику. Мне тут товарищ поничайцу скинул кусочек из аниме, по-моему, класс пенов, что ли он назвал. Там девчонки сидят, все будут нику-нику-нику-нику, типа мясо-мясо-мясо-мясо. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думала уж поспать что ли лечь И так где-то часа четыре думала про это Поспать, ну лечь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас наверное надо сказать, что где-то здесь будет облачко, если хотите поддержать канал Да, если хотите поддержать канал, то можете его поддержать финансово А если облачко религии запретило, то ссылка вон по боксам Вот почему я заканчиваю уже хавать Субтитры сделал DimaTorzok Что наверное зритель, пока у меня тут полчашки осталось Но мне вроде как уже ничего не лезет, еще на пальцы шоколадка потаявшая Спасибо тебе за просмотр, надеюсь ты пожрал Как бы это Бай-бай